Как одевались жители Гомеля полвека назад? Куда подевались глава железнодорожного района и его зам? Беларусь выиграл покерный турнир, а приз за победу превысил 3 миллиона долларов. 6 февраля на календаре, с вами Юлия Браун, расскажу о главных событиях уходящего дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ретро-фото вам в ленту. Посмотрите, как одевались жители Гомеля полвека назад. Удивительно, но некоторые наряды гомельских модниц и модников 60-х годов смотрятся современно и актуально даже сейчас. Конечно, в магазинах того времени не было большого разнообразия одежды, однако в городе работало много ателье, а минимальными навыками работать за швейной машинкой обладал практически каждый. Понравились луки дедушек и бабушек? Ставьте лайк! Куда подевались глава железнодорожного района и его зам? Несколько недель назад в редакцию «Сильных новостей» написали, что в Гомеле был задержан глава железнодорожного района Александр Сиваков. По словам нашего читателя, чиновника вывели в наручниках издания администрации. Также поступила информация, что могла быть задержана и замглавы администрации Наталья Жук. Официальной информации о задержании чиновников нигде не было. Но, по слухам, это может быть связано с коррупцией. Проверить эту информацию на данный момент не предоставляется возможным. Но факт остается фактом. Двух чиновников с тех пор нет на рабочем месте. Прием на администрации сообщили, что Александр Сиваков и Наталья Жук находятся на больничном. И снова история, на которую хотелось бы, чтобы отреагировали правоохранители. На видео попал момент, как в Гомеле человек возле магазина ударил ногой собаку. Видео телеграм-канал Гомель Онлайн прислал подписчик. По его словам, все происходит на улице Волгоградской, возле магазина Копеечка. На видео видно, как собака лежала на земле. Хозяин собирался уходить, но из-за того, что собака встала не так быстро, как хотелось, он начал ее бить руками и ногами. Позже появилась инфа, что на видео женщина в возрасте. В Гомеле день рождения женщины был испорчен фатальным сечением обстоятельств. Как итог, ножевое ранение получила одна из присутствующих на торжестве. Как пишет телеграм-канал «Обратная сторона», в Гомеле знакомые собрались отметить день рождения подруги. В разгар веселья мужчины вышли на перекур. Один из них оплаготился на стекло балконной двери и продавил его. Гости стали помогать хозяйке квартиры убирать битое стекло. Но тут случилась новая неприятность. Одна из дам наступила на осколок и поранила пятку. 36-летняя гостья стала обрабатывать рану подруги, а ее 41-летний муж решил наложить лейкопластырь. Он взял нож и хотел отрезать им нужную длину. Очередная неприятность не заставила себя ждать. С ножом в руках он зацепился за ножку стола и упал прямо на жену, которая сидела на корточках возле раненой подруги. Нож проткнул грудь женщины. А дальше прибывшей на место скорой и милиции, компании пришлось объяснять, как это могло случиться. По итогу, женщина в больнице. И претензий к супругу не имеет. После ее выздоровления и проведения ряда экспертиз, все выяснится окончательно. Беларусь выиграл покерный турнир. А приз за победу превысил 3 миллиона долларов. Призовой фонд турнира «Покер Старс» по безлимитному холдеру, в котором выступил наш 26-летний соотечественный, составил 25 миллионов долларов. Всего в розыгрыше участвовало более тысячи человек. Победителем стал минчанин Александр Шелко. Ему достался главный трофей турнира и 3 миллиона долларов. После победы Беларусь признался, что не испытывает столько эмоций, потому что очень хотел выиграть и был слишком сосредоточен на процессе. В Беларуси существенно вырастут ставки акцизов на сигареты и крепкий алкоголь. Об этом говорится в бюджете на 2023 год, который опубликован на сайте Минфина. Акцизы на национальной марке сигарет вырастут более чем в два раза, а акциз на жидкости для электронных систем курения увеличат сразу в пять раз. Почти на 61% предусмотрен рост ставок на сигареты международных марок. Кроме того, увеличат акцизы на крепкий алкоголь на 31,1%. Помните историю, как в Минске две школьницы подожгли икону возле храма? Есть продолжение. С родителями двух школьниц встретился митрополит Вениамин. Как отметили в БПЦ, патриарший экзарх не только встретился с родителями подростков, но и ходатайствовал о том, чтобы девочек не привлекали к уголовной ответственности. Подчеркнули в информационном отделе. Кроме того, с ними также беседовал священник кафедрального собора, где все и произошло. Повлияло ли это на ход следствия? Не сообщается. Напомним, 28 января две 15-летние школьницы подожгли икону рядом со свято-духовным кафедральным собором в Минске. Все происходящее они снимали на камеру. Такую выходку расценили как злостное хулиганство. Ну а сам инцидент вызвал большой резонанс. К другим новостям. Сразу два мощных землетрясения произошли в Турции. Первое произошло сегодня утром магнитудой в 7,8 балла. Счет погибших идет на сотни, пострадавших на тысячи. Было разрушено около двух тысяч домов. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня и обратились за международной помощью. Стихия докатилась и до Сирии. Но уже сегодня днем в центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой в 7,7 баллов. О количестве пострадавших пока говорить сложно. На этом у меня все. А вы подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории и мы о них расскажем. Над выпуском работала я, Юлия Браун. До встречи на сильных новостях уже завтра. Продолжение следует...